Минобороны Российской Федерации уже похвастались удары по Одессе Николаеву, в результате которых погибли мирные люди, были местью за повреждение Керченского моста. В Одессе сейчас работает наш корреспондент Богдан Максимец. Богдан, здравствуйте, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в городе. Готовы вас слушать, передаем вам слово. Да, действительно, в первую очередь, стоит сказать, я думаю, о количестве пострадавших и погибших людей, которые в данный момент зарегистрированы после ракетной атаки, которая произошла ночью в городе Одесса. В первую очередь мы говорим о восьми пострадавших и одном погибшем человеке. Один погибший — это молодой парень, 1002 года рождения, которого нашли под завалами одного из гражданских объектов, который пострадал во время ракетной атаки. Сама по себе ракетная атака длилась около нескольких часов на протяжении сегодняшней ночи. По данным официальных источников, были попытки атаковать портовую инфраструктуру, в том числе тех портов, которые есть участниками зерновой сделки. То есть имеется в виду порты Большой Одессы. Это бывший Ильичевский, нынешний Черноморский, Одесский и порт Южный. Но, как всегда, кроме попыток навредить, страдали также и гражданские объекты, в том числе на одном из них мы находились сегодня из самого утра. Там и был зарегистрирован тот погибший, о котором мы говорим. Сейчас предлагаю послушать государственную службу с чрезвычайной ситуацией, которая прокомментировала те работы, которые происходили на месте удара и на месте разбора завалов после удара по гражданскому объекту. В огнеборце спасли одного человека. По предварительным данным, четыре человека травмировано. С людьми работают психологи государственной службы чрезвычайных ситуаций, которые предоставляют психологическую помощь пострадавшим. Также, по информации, под завалами может находиться еще один человек. Собственно, тот человек, про который был комментарий, это тот самый молодой человек 2002 года рождения, который работал охранником в здании. Нашли его под завалами приблизительно около 10-11 утра, работник государственной службы с чрезвычайных ситуаций. Также были подождены объекты физической инфраструктуры, объекты промышленной инфраструктуры. Хочу напомнить, это уже третья атака на инфраструктуру портового города Одессы за последние три дня. Слышали мы очень бурное осуждение стороны мировой общественности и слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что это попытки обречь на голод весь мир, потому что страдает в первую очередь портовая инфраструктура, которая позволяет перевозить украинское зерно в беднейшие страны мира. Хочется также добавить о количестве использованных боевых ресурсов, которые регистрируют командование воздушных сил. Это больше ста различных ракет и бесплодников разных типов, которые за последние три дня были выпущены по городу Одессе. Также чисто из субъективных ощущений человека, который проживает в Одессе, имеют эти удары некую систематичность. Они продолжаются четко ночью между первым и четвертым часом. Поэтому предлагаю послушать также одесситов, что они говорят по этому поводу. Говорят очень о том, что действительно сложно, страшно, потому что таких мастерных ракетных атак на город не было с самого начала полномасштабного вторжения с 1022 года. Поэтому продолжаем находиться в Одессе. Также добавляем о том, что пострадал от ракетных атак и город Николаев. Также были зарегистрированы и пострадавшие, и погибшие люди. И добавляем, что продолжаем мы мониторить ситуацию, следить за тем, что происходит. Поэтому спасибо и предусловно студию. Спасибо, спасибо вам. Это был наш коллега Богдан Максимец, который рассказывал о том, что происходит сейчас в Одессе. Напомню, юг Украины, Одесса, Николаев подвергаются массированным атакам российских оккупантов. Спасибо вам, Богдан, за вашу работу. Благодарим вас за включение. Продолжение следует...